Девушки отдыхают Девушки отдыхают Квартиры не достраивать И нам вернуть Опустить в общую массу Продать и вернуть нам 3 копейки Вот мы боимся этого Может быть ради этого сняли проблемы с Томом Входящий номер прислабится в течение 3 дней Только что сутки нам сказала Андрюхина Еще раз рассматривается обращение по разному По сроку регистрации 3 дня Печать мы не ставим В любом государственном органе Когда принимаете жалоби Ставится входящий номер и печать У вас документы не регистрируются Регистрации никакой нет Каким образом у вас регистрируются жалобы Как вы их записываете Куда У вас же какой-то есть Журнал жалоб Я снимать пожалуйста не надо А вы секретный объект У вас есть семьи с детками Которые снимают жилье И платят ипотеку Вот где кошмар И сколько денег потеряли Вот примерно там Какие суммы Ну вот так Двухомнатная квартира Средней площади Там 60 метров Стоила 4 миллиона Однокомнатная 3 с костиком Вот что потеряли Что говорит про администрацию Если они Невзирая на решение суда Захотели Приняли постановление Захотели его же сами Вот в шапке прямо написано Администрация постановляет Отменить постановление Своё же В прокуратуре вы видели Такое отношение На что надеяться Непонятно Письмами заваливаем И минстрой И ходили на пикеты И ну Каким только способом Не прибегали Мы живём сейчас втроём С родственниками В однокомнатной квартире Я лично живу На комнате А деньги зарабатывали Мы сможем На Крайнем Севере Продали тоже Всё добавили Денег Чтобы эту двушку Купить и стараться Северные квартиры Ничего не стоят Наша шикарная Трехкомната Нужна за 500 тысяч Рублей Тридцать лет прожили На Крайнем Севере Снимаю комнату Потому что я Работала на Севере Собрала все деньги На Севере И осталось В итоге без квартир Вообще Вообще без жилья Вместе с детьми Потому что Чтобы как-то Готеть здесь Надо было Продать квартиру Зану Тем более Дом очень активно Настроился И поэтому Предположить Такую ситуацию Мне никак не надо И в итоге Вот я В этой комнатушке Дети где-то Еще по углам Ручка еще учится В УЗИ Она в общежитии Вот так вот Мы и проживаем На разных И кто думал Что выйдя на пенсию Ты останешься Без ничего Проработав на Севере Проработав на Севере И насобирался Вот эту вот Копеечку На самую Маленькую Жилплощадь 36 квадрат Какая ситуация В Воркуте Почему все Стремятся Оттуда свалить Сворачиваются Как любые другие Северные города Много таких Северных городов Но это город Который Угольный город Там очень Много свернуло Шахт закрылось Что затопили То есть уголь Транспортировка Угля из Воркуты Требует Очень больших Денежных затрат Поэтому И шахтеру Там получают Небольшие зарплаты И учителя У нас зарплата Ниже Северных С всеми Этими коэффициентами Чем допустим Скажем По Москве Я не беру Московскую область Но по Москве Да Ну условия Очень жесткие Цены Конечно Очень высокая Там Десятки 100 рублей Молоко Пакет 100 рублей Школы стали Сворачивать То есть Раньше Как строилось Это же север Это сильные морозы И все Вот здесь Дома Микроюнчик И там Стоит школа Все это было Хорошо Для детей Там было Очень хорошо Когда Теперь Поскольку Школы Должны Выти Все на Самоокупаемость Что происходит Школы Сворачивать Даже Дошли до того Что В дальних Поселках Ну Фактически Это был Когда-то Город Варгашот Да Там До города За самой Воркуты Там Ехать автобус Это где-то Час Час Десять Стали Детей Возить Оттуда Городские Школы А если Автобус Встанет А если Дороги Изумитель Что это Такого Ну Это просто Беспредел Поэтому Кто Может Кто Мог Выехал Уже Давно Остальные Там Сидят Потому Что Насобирать Ни на шелье За пределами Это Невозможно Ну То есть Люди Остались Должны Это Все